здравствуйте николай александрович здравствуйте так сорт яблони антоновка одна из размер плода большие куски сатёрки перележишь противиться так как вы говорите сорт яблони антоновка ну я антоновка никогда не хвалил когда я сам рассказал когда я проезжал середину россии напрямую с тольятти напрямую на украину это как раз это и попробовал 1 это никакого восторга мне не вызвало так поделит выписывался и 2 яблони в этом году в одной было три плода яблоки крупные красивых к вкуса медовая ну-ка что это такое он сажал в октябре у нас был уже снег однако все вызвал наконец дожил с полношением ну что поздравляю николай александрович значит мы с сергеем не болтуны если вы пишете что вкус медовый у яблони олег рб наверное республика белоруссия добрый вечер несколько лет садил вишневый подвой за месяц до мороза весной очень плохие результаты древесина испорчена посадил вишню в начале сентября ночью всем тепла дождики какие-то ваши наблюдения по срокам посадки по вишне у меня нет никаких наблюдений по срокам посадки для меня вишню это было так посадил и забыл я никогда не выращивал знаете вы не найдете у меня вишне каталоги только косточки семечки на этом мои познания кончались тут я только обзять саженец посадить пересадить узнать что древесина испорчена что плохо за месяц до мороза всадить может это так может не так вопрос не ко мне потому что яблони груши я сажаю у меня все прекрасно а вишни не садил ответа не будет лично на себя не беру вишни хорошо приживается переписадки важно соблюдать уровень земли как выкопали на ту же глубину и посадить совершенно верно антон Николаевич пожелательно еще и стороны света соблюсти еще вернее полить конечно обязательно еще вернее лунку и потом после окончания посадки надеюсь лунку это образ выражение вишни они терпят лунки но все равно терпят влагу но до поры до времени никаких удобрений в лунку может вы имеете ввиду ямку посадочную можно щедростью жечь корни лунки только чистую землю так олег когда достичь кажется закладывать вишнюю черешню пару лет вишню не успевает раскрыться даже декабря в песке единственный результат волоска броска раскладки так ну волоска вообще проблем нет это такая зараза волоска любит садиться по зиму потому что если они съедят беда в том что когда мы валим все сейчас я покажу я покажу я покажу фотографии абрикосов все сорян я показывал косточки которые остались после урожая я показывал вишни все сорянные показывать сливы все сорянные на сертификацию чаще всего я не знаю причину почему у вас это очень плохо взошло у меня три месяца хватает чтобы зашло сорянные на сертификации ну и добавочные условия содержание влаги в песке температура одно дело 1 2 градуса этого дела 58 как бы там холодильнике все это сказывается но самое главное все таки все таки мыши хоть весной хоть осенью они найдут глубоко закопаешь погибнет но позже не глубоко закопаешь если мыши будут на участке они они унюхают и тоже соберут вот это снимок свежая падает а вот она прошлогодняя вся сорян вот вот это наверное является более важным чем условия сертификации так кассины доброго вечера вам и всем участникам нашего клуба ведь она же клуб оказывается есть не переживайте так про окружающие что вы хотите такие силы были брошены чтобы русского чека превратить потребитель конечно как же он же все же на деньги вынимать на те же самые дебильную работу как у нас то посадят деревья посадят потом молодые деревья выпилят снова посадят вот за получат деньги потом выпилят окончательно а перед этим делают из них шары и пельметы красиво вот еще и мы платим платим одна радость не все поддались а наш клуб просто уникум пройдет пара-тройка лет и будем с радостью восстанавливать родную землю матушку а мы уже и готовы и обучены и горим за любимое дело все будет просто прекрасно красиво галя спасибо приятно слышать так бухтияров привет казахстану сливы 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 китайские самые пыляемые или нет дело в общем у меня есть слабые места все в том что я никогда не велочислил например когда-то я посадил 40 слив просто там через два метра даже через полтора посадил и все вот дождался я выросли дождался урожая убрал негодное прорядил у меня всегда было много урожая всегда предельные и спроси меня самоплодные или нет я подозреваю что самоплодные но до конца нет ну так бывает но если бы я одну посадил у меня бывали такие случаи волосы вот посадил одну и вот она плодоносит на 100-200 метров второй волосы нет а она вся в плодах я сказал себе самая плодная поспел первый этот сам абрикос мой персик он один цветет плодоносит хоть бахмедь я понял что персики самоплодные тем более это подтверждать и литература официально что персик самоплодный вот абрикос у меня полуносит очень плохо пока первый же пока его это я крону не вживил второй абрикос и тогда деревья начала масса когда крону взвел второй и оба цвили королевский и сиротим вот так росли и друг друга опыляли все стало на место все знать не могу о литературе не верю я как саниславский который в театре на репетиции спектакля орал любимая фраза не верю вот так и так я тоже получается у меня спрашивают китайки самоплодный лет не верю не знаю так вы пусть закончили сейчас еремин Александр что-то пишет давайте подождем а вы говорите кстати галина наших много не сколько мне звонков сделайте мне так что вы это подбирайте в сами вот ну чтобы мнением не прививать останется это навсегда мечтой 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 и вот это всегда останется мечтой и самый крупный в этот год все мелко и даже жалуюсь а вот это интересная вещь пока деревен пишет скажу у меня пять сортов привил привел тогда 8 на украинские замерзли помню два сорта потом еще один замерз ну тут еще соперничество короче осталось пять два было абсолютно несъедобно один выпил до 2 руки не зашли прошли годы в этом году он стал сладкий я даже его не поднимал подносили поднимать мои гости на гости были как раз питера и саштыпа они поднимают и едят я учу про них несъедобно вот нет съедобное но я туда тоже поднял смотрю сладкое вот вами нет вегетативной гиперализации я понимаю что соседняя сорта чисто сладкие переделали и больше 10 процентов кроме легче переломить девяносто процентами 10 процентов вот результат сладкая груши вот показывает так вот читаем ирина здравствуйте по вашей просьбе услал ролик питомники сады урала получили вы его здоровье так о садах урала больше есть такое выражение а мертвых хорошо и ничего так случилось что мне прислали вроде бы официальное сообщение о том что умерла миралеева она еще недавно рекламировалась в роликах вот возможно вы про такой ролик говорили а может быть ролик о работе питомники такой деловой вот типа вот вы вырастили товар что вот александр извините не своей памяти сейчас не помню этого так если бы вам не еще раз писали но больше я хотя также питомники сады россии тоже красуется мои ворованные фотографии потому что допустим правда умерла хозяйка основатель вот лидер но кто-то же продолжает это дело и также боясь это я же так и не узнал так хотя и была официальная переписка платье товарок из приезжайте мы оплатим дорогу но это все понятно это все это было сделано с целью сгладить впечатление чтобы я перестал их позорить по-русски говоря до сих пор я не знаю я не знаю откуда у них саженцы возможно кого мне прислали верю на высадок прислали саженцы где прекрасно на их большом много гектарах участка растут и планы с абрикосы например или сливы вот эти фотографии почему-то мои не знаю может быть еще раз пришлете меня этот ролик а я посмотрю вот и единственное что я больше не хочу о них ни о чем говорить вот тот же принцип пусть живут пусть выживают вернемся все труднее будет жить жалко людей ну жалко и тех кто купит негодные саженцы говорить что дамы перекупщики но не сказать откуда дровишки этот не честно ну что все как мог ответил александру пришлет ролик если там будет что-то личное ну посмотрим просто неприятно человек живу лучше воевать с равным соперником здоровым полным энтузиазма который выращивается на радость саженцы другое дело когда человеку так было нелегко попалась на на ворону фотографии да еще и это еще и кончилась эта трагедия из-за меня конечно тяжелая жизнь всегда у директоров не зря же рано ушел в жизни степанов владимир васильевич тот не чурался но вот у меня две тысячи свежих сиренков просто взял и купил надо я понимаю вот это разбах хотел улучшить качество смотрю поеду смотрю фотографии а присвоен нет написано это сколько железу почти честно вот так что отношение мне к этому степанову даже покойному осталось уважительно ну что все наверное мы закончили мы закончили говорить вот каталог семян нажимаете заказывайте в этом году культурных баллов кое-что уже кончается хотя еще люди тогда не оживают медленно себя приходят вот о будущем еще не думают на этом друзья будем считать что мы с вами поговорили и сегодня был вместо учебы митинг настоящий я должен был высказать свои отношения современному садоводству это не садоводство это убожество это убожество жаль не имею права когда начал публиковаться несколько песен от настоящих ученых какие они были горькие вот для того чтобы прочли а теперь сожгите никого не говорить представляете это где мы живем в оккупированной стране в колонии почти и сожги а и не рассказывай никому что у нас творится какая черта наука ведь чтобы нормальным путем привычным казалось бы ученым выращивать f1 и f2 на каждые 5-7-10 лет прийти аспирантом его этим сам или там этим агрономом низшего разряда снищенской зарплаты и под конец жизни сейчас прессора по-моему нищие и только это раньше профессор это два-три оклады 23 зарплаты среди рабочих когда-то были все скрыли профессор сейчас что доктор наук над бабки сейчас что просто все это так марина кулина спасибо вам спасибо я вам коров кто поддержал кто купил перед 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 продавать и практически без без дохода для себя в те же мои книги такие бы побольше сейчас третья книга готовит процент вы готовы тур пока не узнаете об этом и будет команда с самого верха и вы грохнута кулаком по слову никто не отверстили на печаток опять собирать будем деньги на то что даже проходить университет все заканчиваем ребята разговор нажимайте на каталог вот как говорил этот окоп а пока я какая-то окопа окопиана окопиана нажмите сюда и будет вам счастье все до свидания спокойной ночи антон валерьевич прошу вас пришлите мне ссылку посмотрите на то что я тут наговорил до свидания